Всем здравствуйте, меня зовут Евгений Белавин, я основатель проекта ТВЭКО. С чего бы я хотел начать? Чтобы было понятно, чем мы занимаемся, я хочу вам рассказать одну историю короткую. Это Убах Батлер, он журналист. Он часто занимался тем, что писал отзывы о ресторанах. При этом сами рестораны Убах не посещал, а отзывы просто придумывал. Так Убах быстро понял, что поднять рейтинги ресторан на TripAdvisor не так уж и сложно. В апреле 2017 года Убах решился на эксперимент. На заднем дворе своего дома он создал ресторан, фейковый ресторан. Загрузил фотографии блюд и начал писать фальшивые отзывы. А чтобы его сложнее было поймать, придумал, что в ресторан можно попасть только по предварительной записи. Так ресторан Убаха начал свой путь с 18149-го места среди лучших заведений Лондона. Кстати, фотографии, которые он загрузил, к реальной кухне не имели никакого отношения. В приготовлении блюд он использовал ватные диски, пену для бритья, краску. И вот на нижней фотографии это его личная нога. Удивительно, но только с помощью фейковых отзывов за полгода ресторан Убаха занял первое место среди лучших заведений Лондона. А вот еще некоторые факты про отзывы. Сегодня 95% покупателей, прежде чем сделать покупку, неважно в интернете она или нет, читают отзывы в интернете. 73% выбирают продавца только на основании положительных отзывов. Половина не пользуются услугами бизнеса, пока не увидят хотя бы 4 звезды. И 70% покупателей верят отзывам в интернете больше, чем собственным родственникам. Это невероятные цифры. И с каждым годом эти цифры только растут. Сегодня рынок отзывов он большой. Сегодня мы выделяем двух лидеров. Это американская компания Yelp. На ней в месяц посетители от 150 до 180 миллионов человек. Это большее население нашей страны. В Китае это порядка 250 миллионов человек. И капитализация безумная. 50 миллиардов в Китае и 4 миллиарда 180 миллионов у Yelp в Америке. Даже у такого большого рынка существуют свои проблемы. Мы выделяем их четыре. Проблема номер один. Это заказ положительных отзывов при проведении маркетинговых кампаний. Что это значит? Когда бизнес знает, что отзывы сегодня это сильный драйвер для покупок, сильный драйвер для привлечения клиентов. И он нанимает специальных журналистов, нанимает специальные компании, которые пишут отзывы в интернете. И сегодня 10 отзывов, которые в интернете вы прочтете, 7 из них это не настоящие. Это нереальный опыт. И мы считаем, что это большая проблема. Проблема номер два. Если вы решили почитать отзывы, сегодня не существует ни одного программного обеспечения, которое бы вам сказало, вот этот отзыв настоящий, а этот отзыв ненастоящий. И у потребителя нет возможности реально оценить. Реально это хороший бизнес, реально это хорошее качество товара или услуги. Третье. Это высокая децентрализация. В интернете много где можно написать отзывы. Это и специальные форумы, это социальные сети, это различные отзывные площадки. Но сегодня человек не хочет ходить по отзывным площадкам, он хочет получить все в одном месте. И четвертое, мое любимое, это удаление негативных отзывов. Если бизнес делает что-то неправильное, если на меня завтра разлили суп в ресторане, я иду, пишу на отзывной площадке, что там разливают суп, то бизнес или отзывная площадка сделают все для того, чтобы этот негативный отзыв был удален. И мы считаем, что это большая проблема. Если я хочу поужинать в ресторане или воспользоваться каким-то товаром, я хочу посмотреть реальную ситуацию, а не то, какая она существует с точки зрения бизнеса. Я не хочу, чтобы ничего чистили, я хочу увидеть правду. И на сегодняшний день ни одна из этих четырех проблем не решена. Что предлагаем мы? Если сказать тезисно, ТВЭКО – это единая платформа отзывов с интернета, основанная на искусственном интеллекте и технологии блокчейна. Сейчас я расшифрую, что это значит. Первое. Задача искусственного интеллекта номер один – это поиск текста со всего интернета с упоминанием о компании и определением, является данный текст отзывом или не является. Более простыми словами. Искусственный интеллект номер один – это по сути по своей агрегатор. Его задача через себя пропустить весь текст и найти в этом тексте упоминание о компании. Возьмем, допустим, ВДНХ. Если в интернете агрегатор видит текст, в котором есть упоминание о ВДНХ, там может быть и рекламный текст, это может быть статья, это может быть, ну, инструкция по применению, наверное, нет, какое-то коммерческое предложение по размещению здесь. И его задача на этом этапе – понять, это отзыв или нет. Если искусственный интеллект понимает, что данный текст, отзыв, он его просто копирует и помещает на нашу платформу. Вот так он делает социальных сетей, социальных площадок, с различных специализированных и не специализированных формах. Что получается? Получается, что… Скопировал и вставил. Получается, что первое, что мы сделаем, это соберем все отзывы из интернета и разместим их у себя на платформе. Пользователю не нужно будет нигде искать. Вторая задача. Вторая задача искусственного интеллекта – это уже работа непосредственно с отзывом. Его задача на этом этапе – понять, а является ли данный отзыв настоящим или он ненастоящий. Он смотрит по различным критериям. Это структура текста, содержание, слова, различные метаданные. Где он был размещен, сколько этим человеком было размещено данных. Все это уже сегодня реализовано, все это уже сегодня есть. И задача на этом этапе – определить, настоящий отзыв или ненастоящий. Если отзыв настоящий, он его промаркирует как рекомендованный. Если отзыв ненастоящий, он промаркирует его как нерекомендованный. Что получится на выходе? Когда вы зайдете на платформу ТВЭКО посмотреть, что вообще, как происходит ситуация в этом ресторане, вы увидите, первое, все отзывы из интернета. И второе, вы увидите промаркированные отзывы от нашей платформы, что на эти отзывы обращать внимание стоят, а не настоящие. А вот на эти отзывы обращать не стоит. И у вас, как у потребителя, произойдет понимание, какая ситуация сейчас на рынке. Вторая технология более молодая – это технология блокчейна. В 2012-2011 году она появилась. Одно из самых больших преимуществ – это то, что вся информация, которая попадает в блокчейн, удалить ее оттуда просто невозможно. И мы с помощью технологии блокчейн заборем четвертую проблему удаления. Если пользователь напишет отзыв на нашей платформе, уже ни пользователь, ни платформа, ни бизнес никак удалить оттуда не сможет. И это даст гарантию того, что придя на нашу платформу, вы увидите все, как есть на самом деле. И эти четыре проблемы мы решим. Первые две проблемы мы решаем с помощью маркера, настоящий отзыв, ненастоящий. Третья проблема – с помощью агрегатора. Агрегаторов сейчас большое количество. Это авиасейлс. Вы просто забиваете страну, куда хотите полететь. Агрегатор вам показывает, какие компании что предлагают. Это есть и в кулинарии, это есть и в гостинице. Агрегаторов много. Сегодня агрегатора в отзывных площадках, его просто не существует. И четвертую проблему удаления мы, конечно, решим с помощью технологии блокчейн. На чем конкретно будет зарабатывать наша платформа? Также на четырех вещах. Первое – это доступ в личный кабинет. Бизнес может посмотреть, что про него пишут. Но если я ресторану задам вопрос, на который я захочу получить ответ, бизнесу придется пройти регистрацию, и тогда у него появится эта возможность. За это мы будем брать деньги. Второе – реклама на портале. Тут ничего сложного. Наверное, все были на площадках Авито, Яндекс, Гугл. Вы это видели. Сверху реклама справа. Реклама – ничего удивительного. Третье – продажи на платформе. Если вы посмотрели товар или услугу на нашей платформе и захотели воспользоваться, купить сразу, вам не обязательно идти на MVideo, не обязательно заходить на сайт Большого театра. Вы сразу у нас сможете это сделать. Данное решение уже реально реализовано на китайский Митуан Дзенпин. Тут мы тоже ничего особого не придумываем. Тема рабочая. Ну и четвертое – это продажи глубокой аналитики. Это очень важный момент. Если бизнес видит, откуда пишут больше, какие отзывы положительные, негативные, это все прекрасно. Но бизнес хочет знать больше. Если в прошлом месяце или в прошлом году в этом квартале про бизнес написали 100 отзывов и 10 из них было негативные, а в этом году написали 500 отзывов и 250 негативных, у бизнеса возникнет вопрос, а это проблема в нас, что-то мы делаем неправильно, или это заказ конкурента, то мы сможем показать с помощью аналитики, какая активность в этот момент рекламная была у конкурентов и, быть может, что что-то реальное, какая-то есть проблема у самого бизнеса. Начали мы свой проект презентовать 26 сентября. Это была конференция Forbes. Мы съездили на Марту, съездили в Швейцарию, презентовали проект на зарубежной публике. У нас очень положительная обратная связь. 16 числа на прошлой неделе мы презентовали демо-версию. Сегодня, собственно говоря, мы на ВДНХ рассказываем. Наши следующие планы. В ноябре мы начнем работать уже с реальным бизнесом. Поедем в Южную Корею, поедем в Эмираты, будем презентовывать уже на Азиатский регион и на Ближний Восток. И наша задача к концу года – открыть 8 представительств. Для нас самый приоритетный регион – это Индия, это Африка, Ближний Восток и Латинская Америка, конечно. Китай, Америка, Россия – для нас не сильный приоритет. Сегодня в нашей команде порядка 16 человек. В нее входят программисты и по машинному обучению, и по безопаснике. Фронт-энд, бэк-энд – тут объяснять, в принципе, ничего не нужно. Это само собой разумеющееся. Наш технический директор принимал участие в разработке онлайн-дневника. Тот самый дневник электронный, которым, в принципе, если вы родитель, все мы сейчас пользуемся в Москве. На этом всю короткую презентацию заканчиваю. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Большое спасибо. Пожалуйста. Какое значение вы вкладываете в термин «искусственный интеллект»? Какое значение? Ну, может быть, на самом деле искусственный интеллект и машин-лёрнинг, машинное обучение – это близкие фразы, но на самом деле они различаются. Поэтому гораздо более правильно сказать – это машин-лёрнинг, однозначно. Спасибо. Работа с большими данными и обучение машинам, конечно. Евгений, вопрос такой. Вы достаточно подробно осветили о тех опасностях, которые ждут на просторах интернета. Ложные, неложные, подлинные, неподлинные отзывы. И ваша система достаточно адекватно отсеивает их. Теперь вопрос в чем. Насколько будет организована система собственной безопасности вашей платформы от написания уже на вашей платформе тех же самых ложных, заказных отзывов и добросовестность ваших сотрудников, которые могли бы включить в искусственный интеллект человеческий фактор? Спасибо. Интересный вопрос. На самом деле специалисты по безопасности у нас есть, их двое. Ребятами их я не назову, у них опыт работы 20 лет. 20 лет, и это по большей части банковская сфера. Там с защитными данными у нас есть понимание, что нам делать и как нам защитить. Что касается добросовестности сотрудников, можно немножко раскрыть вопрос? Вот вы во вступлении указали, что очень много на просторах интернета ложных отзывов и людей, которые по заказу формируют общественное мнение. Да. Скорректирую вопрос. Насколько вероятность защиты вашей платформы и компании от проникновения и на платформу, и в компанию? Понял вопрос. Теперь понятен. Смотрите, на сегодняшний момент процент фильтрации составляет порядка 83%. То есть существует ли вероятность, что пройдет фальшивый отзыв? Конечно, существует. Мы говорим о том, что сегодня коммерческого использования этой технологии в рамках отзывов не существует вообще. Есть только лабораторные данные. И эти цифры 83-85% в этом диапазоне. Конечно, стремиться к 100% нужно, но тут тоже нужно понимать один момент. Первое исследование по искусственному интеллекту, который применяется в отзывах, он датируется в 2015-2016 году. То есть это очень-очень молодая история. Но уже в 2016 году была реализована программа «Искусственный интеллект», которая на основе отзывов, которые написали реальные люди, сама пишет отзывы. То есть сегодня уже существует искусственный интеллект, который пишет отзывы в интернете так, как пишут люди. И на самом деле наша задача не только определить, что это реальный человек написал. Наша вторая задача определить, что скорее всего это уже и не люди пишут. Сегодня отзыв один стоит 5 долларов. Это средняя рыночная цена в мире. 5 долларов, 350 рублей. Естественно, искусственный интеллект пишет гораздо, практически бесплатно, назовем это так. И вот наша задача еще и научить машину, чтобы она определяла, не машина ли это пишет, и забороть на самом деле машину. То есть индустрия такая, что сегодня решений даже в мире о них еще практически нет, а отзывы уже пишут машины. И никто с этим не борется. И мы говорим о том, что в нашей команде есть специалисты, которые работают уже на коммерческой основе технологий по определению фейк-ньюс. То есть сегодня искусственный интеллект уже работает, который определяет настоящая новость или ненастоящая. Там алгоритмы, они немного схожи. Поэтому мы берем компетенции людей, которые уже в сфере, и применяем их на рынок, который еще не занят. Вот в этом наша сильная сторона. Спасибо. То есть я понял, что ваша платформа очень такая гибкая, и по мере возникновения дополнительных опасностей они будут учтены. Правильно? Да, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Еще один вопрос. Евгений, я так понял, что ваша платформа работает для бизнес-сферы. А для рядового пользователя физического он может с чем-то ознакомливаться или получать какие-то результаты вашей работы? Спасибо. Тут как раз все наоборот. Смотрите, вы пользуетесь отзывными какими-то площадками? Какими, например? Яндекс.Маркет. Вот, допустим, Яндекс.Маркет. Яндекс.Маркет в России это номер один по количеству отзывов. Самое интересное, что Яндекс.Маркет однажды, он пытался сделать так, чтобы у пользователя была возможность понять, это отзыв настоящий или не настоящий. Как вы думаете, чем это закончилось? Они его закрыли. Знаете почему? Почему? Но если я Яндекс и буду говорить пользователю, что этот магазин накручивает себе отзывы, то зачем магазину размещаться на Яндексе? Они начали пилить сук, на котором сами сидят. И они от этой истории отказались. Яндекс не будет сам себе конкурентом. Google, Amazon. Сейчас те компании, те ребята, которые делали реальные научные исследования, их покупают большие. Один из исследователей, я сейчас могу ошибиться, по-моему, Фонтанарава. Это испанский исследователь, который один из первых начал смотреть на проблематику отзывов. Его купил, по-моему, Amazon. И эта история закончилась. Потому что бизнесу невыгодно. Если я завтра захочу полететь и заказать гостиницу или покушать TripAdvisor, TripAdvisor не выгодно, чтобы я показал, что все отзывы, которые существуют, они не настоящие. Это в первую очередь для вас, для меня. А уже в вторую очередь для бизнеса. Для бизнеса это что? Для бизнеса это трафик. То есть мы говорим о том, что мы соберем все отзывы в одном месте. Мы сможем сделать так, чтобы люди к нам пришли, почитали, если им понравится, если вы реально хороший молодец, то к вам придут и воспользуются вашими товарами и услугами. Но по сути мы делаем платформу для рядовых пользователей. Спасибо.